Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 30 марта, и сегодня в своем первом материале я хочу поставить окончательную точку по поводу вчерашних событий в Стамбуле, переговоров, последствий и действий, соответственно, российского общества и российских властей. Вы знаете, вот действительно вчерашний день во многом был очень показательным. Дело в том, что само по себе заявление, невнятные заявления, которые были Фоминым, Мединским сделаны, с трясущимися руками, голосами, падающими микрофонами, все это действительно породило непонимание и даже в какой-то степени шок для некоторой части российского общества. Потому что вчера, вот именно вчера российское общество показало, насколько оно в целом заряжено на борьбу, насколько оно ждет полной и окончательной победы и насколько оно не принимает любых половинчатых решений. И в этом отношении я абсолютно не понимаю той радости, которая вчера была в украинских пабликах. На самом деле вчера российское общество, вот эта вся шумиха, она показала, что никаких половинчатых действий не будет и любое правительство, которое пойдет на них, оно очень сильно рискует. И я думаю, что даже те люди, которые на сегодняшний момент еще колебались внутри российских властей, после вчерашних событий отбросили последние колебания. Тем более, что я все больше и больше вижу подтверждение тому, что никто не собирается останавливаться на достигнутом и что мира с нынешним киевским руководством быть не может. Потому что любой мир с нынешним киевским руководством будет автоматически обозначать, как бы это ни было преподнесено, поражение. И именно большинство населения Российской Федерации воспримут его именно как второй Хасавьурт. Чего, безусловно, оно никогда не простит любому российскому правительству. А значит, а тут уже я обращаюсь в первую очередь к жителям Украины, которые ждут однозначной и четкой позиции российского руководства в этом вопросе, вне зависимости от того, что оно не прозвучало, уверяю вас, российское общество не даст никому отступить назад. Более того, оно настроено настолько патриотически, что сегодня количество добровольцев в военкоматы по разным областям Российской Федерации уже из тысяч превращается в десятки тысяч. И очень скоро эти люди появятся на фронтах, вернее, они станут той второй линией за российской армией, которой на сегодняшний момент пока у нее не было. Вследствие тех ошибочных расчетов на украинские так называемые элиты, которые, пообещав россиянам свою полную лояльность и переход на их сторону, банально их кинули. Да, это была очень важная и стратегическая ошибка, вследствие чего военная кампания пошла совершенно не так, как предполагалось. И здесь я хочу обратиться к российским медийщикам. Да, я понимаю, что вы привыкли жить вот по команде, но на самом деле российское общество почему сомневается? Именно потому, что вы не говорите всю правду. Научитесь доверять обществу и люди за вами пойдут. Вот почему я это должен объяснить? Почему официальные российские информационные структуры никак не могут пойти на этот шаг? Ведь если они на это пойдут, общество к ним потянется, люди начнут им доверять. И вот для таких, как я, места на самом деле в информационном пространстве не останется. Скажите, да, вот были те или иные ошибки. Да, они уже решаются. Да, мы победим. Вопросов к вам не будет. Но если мы будем говорить, что нет, никаких ошибок не было, у нас все хорошо, никаких ошибок не совершается, но в первую очередь это вызывает недоумение, которое потом превращается в недоверие. А ведь этого всего на самом деле можно было избежать. И я надеюсь, что вот эти первые ошибки, которые были допущены в самом начале проведения спецопераций на Украине, и которые очевидно уже поняты, все это очень быстро изменит ситуации внутри информационного пространства России. Потому что война, повторяю, это не только война на фронте. Война идет и в умах людей. И полное взаимопонимание здесь просто необходимо. Только так можно получить полную и безоговорочную победу, причем с минимальными потерями. Вот это то, что я хотел сегодня сказать в первом материале. Сегодня я еще раз хочу обратиться к этой самой темой и вскрыть еще одну проблему, о которой, к сожалению, сегодня предпочитают не говорить. Но объяснить ее, причины возникновения и как она будет решена, очень и очень важно. В первую очередь для населения Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. И об этом мы с вами поговорим, я думаю, сегодня в третьем материале. А второй традиционно будет посвящен военным сводкам. На этом пока все. До свидания и ждите выгода следующего материала.